Сентябрьские выборы в Народное собрание Карачаева-Черкесии уже стали историей. Как они прошли для политической партии Патриоты России, довольны ли в партии количеством набранных голосов и какие цели и задачи выбранные депутаты ставят перед собой. Об этом и не только в новом выпуске парламентского вестника мы поговорили с председателем регионального отделения политической партии Патриоты России, а также членом Комитета Народного собрания по бюджету, финансам и налогам Олегом Каджаковым. Олег Еносович, здравствуйте. Как вы оцените результаты выборов прошедших? Ну, выборы у нас, шестой созов довольно-таки, оно и каждый созов, этот созов был очень, я вам скажу, впечатлительный. Много, около 23 человек новых пришли в состав, более-менее молодежь, участвовавших в выборах, тоже прошли в наш парламент Карачаева-Черкесской республики. Ну, помимо парламента республики, я кратко остановлюсь о районах, у нас и в районах, и сельских муниципальных образований также проходили выборы в этом году, в сентябре месяце. Мы участвовали из девяти районов, регистрировали в семи районах наших кандидатов. Ну, один район нам избирком не пропустил, там нашли помехи и так далее. В шести районах мы активно принимали участие, в которых, я вам скажу, в каждом районе от пяти до семи процентов в районах мы набрали, и у нас в этих районах имеются на сегодняшний день депутаты районных советов и думы районных советов, которые в перспективе у нас, мы на это и ссылаемся, чтобы наши депутаты, в основном, активно занимаются работой и пропагандой нашей политической партии, патриоты России в районах. На них в ближайшее время мы проводить будем конференцию по итогам проведения избирательной кампании. Просто мы ждем полностью итоги нашего парламента по результатам третьей сессии. После сессии мы будем проводить конференцию районной регионального отделения политической партии патриоты России, на которой мы будем закреплять каждому, какие полномочия будут исполнять. Кто-то в районах, кто-то здесь в парламенте республики. В парламенте республики у нас также мы активно тоже активизировали. Всего в районы у нас участвовало, выдвинуто было более 50 человек в парламент, у нас было выдвинуто 37 человек, из 42 пятерых избирком сократил. Ну, там у некоторых двойное гражданство, у некоторых там какие-то другие дела. Ну, 37 человек мы активно участвовали, три человека в парламент прошли, фракту избрали, ну, руководителем фракты избрали меня, Олег Каджаков меня зовут. Вот, также у нас прошел Шнахов Крым, который на сегодняшний день является председателем комитета. Также Скорых Олег прошел, который является членом другого комитета. И я член данного комитета по бюджету, налоговым и финансам. Перспектива у нас очень серьезная. Сейчас мы будем готовиться уже к выборам в будущем, через два года в Государственную Думу. Нам надо как-то собраться, то после выборов в месяц-полтора наше население, наши депутаты, наши избиратели и также наши, как говорится, сторонники немного расслабились, надо будет нам немного напрячься и готовиться уже к перспективу к выборам Государственной Думы. По итогам каждой избирательной кампании, после подведения итогов, мы стараемся численный состав пересматривать членов партии и сторонников тоже, те, которые активно участвовали в избирательной кампании и те, которые принимали активное участие наши сторонники. Мы стараемся их, как говорится, работать с ними и дальше, а те, которые хладнокровно относились к избирательной кампании, мы потихонечку с ними проводим в районах беседы и потихонечку стараемся ненужных, как говорится, убирать. Ну, у нас на сегодняшний день чуть более тысячи человек, членов партии. После подведения итогов, я думаю, мы количественный состав немножко уменьшим, поскольку будем сокращать, принимать молодежный состав. У нас за прошедшие 3-4 года более 150 человек, чисто молодежь, прибыло в нашу партию. Проблема с членством партии у нас никогда не была. Желающих вступить в политическую партию, как мы называемся, патриоты России. Ведь мы все являемся патриотами своей России. Я так и разговариваю со всеми. Вы патриот своей республики? Да. Значит, вы должны быть членами нашей партии. Вот такое направление мы ведем на сегодняшний день. Как итоги выборов и вашу деятельность оценил политсовет партии в Москве? Десять дней назад меня приглашали в Москву руководство нашей партии. Ну, мы пока еще съезд там не проводился, никакой политсовет не проводился. Ну, с нами проводились беседы. Первые 7 человек мы были, которые более активно у нас в регионах участвовали в партии. Вот из 12, которых участвовали в законодательное собрание. на сегодняшний день, я вам так скажу, прошли только в Карачаево-Черкесии. И имеем мы фракцию депутатов. До остальных 12 регионов никто не прошел. Ну, в других регионах, в больших городах, в больших районах очень много, где-то 170 человек стало депутатов у нас. и в районных, и в городских, и в сельских, и в муниципальных. Ну, в это число и мы входили, потому что мы в районах тоже набрали. В шести районах наши списки прошли. И плюс парламент. Это очень большой результат. Ну, руководство мое, конечно, к нам относится очень хорошо. Мы находимся в той семерке, которая, как Семигин назвал, в нашей семерке вы первые, которые лучший результат дали по итогам вот этих прошедших выборов. Ну, это, конечно, нас радует. Я коллектив собрал, скасал, объяснил. Нас, говорю, похвалили, хорошо поработали и так далее. Вот сейчас по телевидению, если наши сторонники, наши члены партии видят, я их всех поздравляю, желаю всем успехам и дальше так работать и держать. Мы на хорошем счету у нашего руководства. Какие цели и задачи члены партии ставят перед собой в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Наше руководство ставит определенные нам задачи. Вот, когда мы были на совещании, нам ставили задачи поделить итоги с нашими регионами и одновременно поставили задачи, чтобы мы должны целенаправленно сейчас готовиться и улучшать дальше команду, укреплять ее, для того, чтобы принимали активное участие в предстоящих выборах Государственной Думы, президентских выборах и так далее, и так далее. Поэтому наше направление в федеральном значении мы имеем определенный, имея определенный статус, имеем определенные задачи, которые нам поставлены. Здесь, в районе, в нашем регионе, в Карачаево, Черкесии, нами тоже будут поставлены задачи после того, как мы пройдем еще дополнительно другую сессию, также мы в районах проведем конференцию, там районные наши депутаты тоже после парламента, после наших задач, мы эти задачи будем ставить в районах, чтобы работали больше, работали с населением, активное участие принимали в жизни населения, стариков, детей, школ и так далее. Ну, социальную сферу, если так сказать, рассматривали больше, чем, например, какие-то другие результаты, которые наша молодежь и так преодолевает, ну и у нас здоровая молодежь, активная молодежь, но есть молодежь, которой нужно оказать какую-то помощь в трудоустройстве, в учебе, есть неблагополучные семьи, где надо как-то направить в нужном направлении. В прошлые годы очень много было построено, как мы все знаем, спортивных сооружений у нас в республике. Нужно, чтобы наши дети старались все буквально распределиться по спортивным секциям, художественным занимались музыкой, спортом и другие направления, для того, чтобы были заняты от улицы. В сельском хозяйстве дети многие заняты хозяйством дома, на своей территории, но и совершенно свободного времени, полностью, остальное время, чтобы не было свободного, чтобы занимались спортом, это дисциплинирует, это воспитывает наших детей, направляет наши тренеры и учителя в нужное направление, в нужное русло наших детей. Чем он будет, ребенок беспризорный, ходить по улицам, по огородам, чем-то лазить, лучше, чтобы он будет в спортивной секции. Это и родителям будет приятно, и самому ребенку в перспективе, я думаю, будет очень приятно. Редактор субтитров А.Семкин